Настоящий хендмейт. Белотрасса, построенная своими руками. Этот героический поступок совершил житель Сарапула, Искандер Ахмедзианов. Искандер оказался на редкость стеснительным. Говорить на камеру так и не стал. Трасса находится в лесу Сарапульского района. Кстати, место выбрано не случайно. Здесь хорошие перепады высот, резкие обрывы есть. После гражданской войны остались ямы, котлованы всякие, в которых можно сделать различные повороты, через которые можно сделать прыжки. Так ли это на самом деле? Узнать? Ну и заодно протестировать трассу собрались велосипедисты с форума на Фолзон. Во-первых, это общение. Во-вторых, это прекрасные выходные. А также это очень полезно для здоровья. Ну и плюс приехало много людей с Перми, то есть обмен опытом какой-то. Очень много поворотов, очень опасные дропы, много деревьев. Но самое опасное там дерево уже обнесено защитной резиной. Здесь вся трасса хитрая. Везде можно упасть. Не по разу. Подобные хитрости велосипедистов из Воткинска не пугают. Трассой остались довольны. У меня сравнение небольшого с Воткинском только. По сравнению с Воткинском, да, довольно интересно. У нас попроще будет немножко. Ну и накатанное уже. А вот у пермяков все намного серьезнее. И велосипеды, и сама трасса. Их вообще сложно чем-либо удивить. Хотя, единственное, они никогда не ездили по трассе, построенной руками одного человека. Как бы достаточно много работы проделано. Видно, что человек старался. Ну у нас немножко все пожестче. Больше там трамплины различные. Немножко камней, побольше бревна есть различные. Чтобы усложнять катание, чтобы техника росла. Трасса Искандера-Ахмедянова прошла тест. Для катания угодно. Трассы всех убирай. И с верхнего участка, и с нижнего, как понял. Пришло время проверить свои возможности и возможности своего велосипеда. Соревнование в стиле мини-даунхилл, что значит скоростной спуск. Будут в двух категориях. Двухподвесы, у которого есть, кроме мягкой вилки, еще центральный амортизатор. И обычный велосипед, хиртейл, у которого есть только передняя вилка. Старт готов. На старте участник номер 159. Участник готов? Да. Участник готов, старт. Участник готов. Участник готов. Субтитры сделал DimaTorzok Рамиль Башаров участвует в первой категории – «Дву подвесы». Ну, начинал я, как и все, большинство, то есть с обычных покатушек по прямой, по лесу, по городу, но потом это очень быстро надоело и захотелось чего-то побыстрее, адреналина, и каждый раз, можно сказать, переступаешь через себя, то есть что-то себе доказываешь. Гости из Перми решили всем доказать и показать свое бесстрашие. Катаются без защиты. Защита сковывает движение, на этом теряешь секунды, но начинающему райдеру не нужно кататься без защиты. Костя самый юный участник, ему 16 лет. На велосипеде катается второй сезон. Молодой, перспективный. Хочу больше добиться. Там, Россия. Ну, в общем, все серьезно. Заняться этим, все. Костя прошел в финал, но в тройку лидеров не попал. В категории велосипеды «Хардтейл» лидером стал вдовин Алексей из Ижевска. Искандер оказался не только плотническим делмастером, но и отличным спортсменом. В категории двух подвесы он занял первое место.